Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Начинаем выпуск с анонса его основных тем Хорошие условия для комфортной работы В сельхозорганизации «Песковцы» проводится ремонт машинного двора В современных условиях человек должен себя чувствовать комфортно Как дома, так и на работе Подготовка и накопление мобилизационных ресурсов В мирное время должны быть отработаны до мелочей В Лиде провели инструкторско-методические занятия Для офицеров военных комиссариатов Гродненской области Показать возможности нашей базы По проведению оповещения Сбора и поставки ресурсов Для дальнейших поставки вооруженной силы И другие формирования Вплести искусство в полотно своей жизни Березовчанин Николай Минько Успешно реализовывает себя В различных направлениях творчества Честно скажу, когда берешься за кисть И начинаешь что-то делать И видишь результат своей работы Своего творчества То оторваться невозможно А теперь обо всем подробнее Хороший машинный двор – залог успеха хозяйства В этом уверены аграрии и сельхозорганизации «Песковцы» Чтобы создать комфортные условия для работников предприятия В июне здесь начался ремонт зданий и сооружений Мехдвора Какая работа уже проделана И что еще предстоит обновить Узнавала Анна Войтулевич Машинный двор в деревне Лайковщина Белецкого сельсовета Насчитывает почти полувековую историю Дом механизатора, мастерские, гаражные боксы Заправочная станция и склад запчастей Здесь появились в 1971 году С того времени они не обновлялись Хотя ремонта уже требовали и окна, и двери, и крыши объектов Начались, во-первых, сразу с ремонта крыши На центральной ремонтной мастерской Потому что затекали все кабинеты И практически невозможно было Крыша в таком состоянии была Значит, крышу уже отремонтировала Теперь заканчиваем, буквально завтра закончим крышу Ремонт крыши склада запчастей Где будут центральные склад запчастей Будут находиться все необходимые материалы и запчасти Для нужных для хозяйства Также занялись одновременно сразу восстановлением Капитальным ремонтом Дома механизатора Потому что в 21 веке я считаю, что люди должны нормально прийти на работу Переодеться И чувствовать себя в более комфортных условиях Основные преобразования коснулись дома механизатора Первым делом здесь были обновлены все инженерные сети Вскоре в здании появились новые двери и окна И только потом строители приступили к внутренней отделке Выровняли и покрасили на втором этаже стены и потолки Постелили линолеум Меньше чем через месяц рабочие места здесь займет инженерная служба хозяйства И начнет работу учебный класс Уже заказан и частично оплачена документация по учебному классу Классу техники безопасности Мебель будет заказана совершенно новая для этого здания Я считаю, что это порядки вещей Это не такие большие суммы на сегодняшний день А в учебном классе, конечно, мы разместим и компьютер, и педеоскоп, и телевизор Для того, чтобы было наглядно, можно было найти какую-то в интернете программу для обучения механизаторов по технике безопасности Там будут проводиться первичные инструктажи, инструктажи по технике безопасности, угодные инструктажи То есть практически это будет мозговой центр колхоза в этом здании Сейчас строители работают над ремонтом первого этажа Здесь расположится диспетчерская служба, комната приема пищи и душевые кабины Все будет оснащено новой техникой и мебелью Это, говорит руководство хозяйства, даст возможность специалистам и механизаторам сельхозпредприятия Почувствовать себя на работе, как дома В комнате приема пищи, естественно, будут и столы, и стулья, и шкафы И все необходимое для того, чтобы человек мог и подогреть эту пищу То есть и микроволновая печь, и кофеварка, и холодильник, посуда Всем необходимое для того, чтобы человек спокойно пришел и мог принять пищу Душевые кабины, чтобы люди могли после работы умыться А в диспетчерской получить наряд на работу и оформить свои путевые листы Чтобы чувствовать себя в нормальной рабочей обстановке На ремонт машинного двора сельхозорганизации «Песковцы» уже потрачено порядка 50 тысяч рублей из бюджета хозяйства На этом работы не заканчиваются Планируется в ближайшие недели покрасить фасады всех зданий Мехдвора и его ограждения А также заменить везде гаражные ворота, а их порядка 40 единиц На эти работы понадобится еще около 13 тысяч рублей Однако такие расходы, утверждают управляющие хозяйством Тадеуш Рахатка, себя оправдывают Говорит, люди будут идти на работу с другим настроением, а значит и производительность труда станет выше В современных условиях человек должен себя чувствовать комфортно, как дома, так и на работе Поэтому человеку приятно прийти на работу И я хотя бы даже служу по зданию нашего предприятия административного Потому что когда мы приехали из Песковцев сюда, перевезли специалистов Совершенно по-другому, не то что внешний лоск, а люди себя совершенно Специалисты себя совершенно по-другому начали чувствовать То же самое, я думаю, будет и с механизаторами, и с животноводами И они должны работать в нормальных человеческих условиях Ремонтные работы машинного двора сельхозпредприятия Песковцы завершатся в середине октября И пусть в первые месяцы осени аграрии еще не смогут в полной мере насладиться комфортными условиями Обновленных помещений, поскольку будут заняты на заготовке кормов Зато в ноябре и зимой, когда их силы будут брошены на подготовку техники к новому сезону Отремонтированный мех двор наверняка оценят все работники хозяйства В пятницу 25 августа прием граждан по личным вопросам проведет председатель постоянной комиссии По правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Наумович Прием будет проводиться с 11 часов в кабинете номер 7 Лицкого райисполкома Подготовка и накопление мобилизационных ресурсов в мирное время должны быть отработаны до мелочей С этой целью в Лиде для офицеров военных комиссариатов Гродницкой области Отвечающих за организацию проведения мобилизационной работы и должностных лиц организации предприятий района На базе которых развернуты штабы оповещения прошли инструкторское методическое занятие На базе 15-й средней школы состоялись показательные занятия по работе участка оповещения А на базе Центра творчества детей и молодежи по работе штаба оповещения предприятий и организаций Целью этих занятий является то, чтобы мы смогли показать на базе администрации элементов базы проведения мобилизации Которая развертывается на территории Лидского района Показать возможности нашей базы по проведению оповещения, сбора и поставки ресурсов Для дальнейших поставки вооруженной силы и другие формирования В ходе подготовки этих занятий мы смогли в первую очередь еще раз провести подготовку наших администраций элементов базы мобилизации Которые с ответственностью относятся к проведению данных занятий Не только данных занятий, но и вообще к проведению работы, которая у нас спланирована по подготовке мобилизационных ресурсов Хочется сказать, что все элементы базы моб развертывания, которые у нас есть в районе Их проведение, организация спланирована в соответствии с решением Лидского районного исполнительного комитета И проводится соответственно под эгидой администрации Лидского районного исполнительного комитета На занятиях присутствуют офицеры военных комиссариатов Гродненской области Руководство военного комиссариата Гродненской области И привлекаются должностные лица организации предприятий района Которые непосредственно занимаются организацией и участием в подготовке элементов базы мобилизационного развертывания На сегодняшний момент у нас в районе созданы и успешно функционируют 20 штабов оповещения предприятий В центре «Внимание. Дети» под таким названием с 21 августа по всей стране проходит масштабная акция Уже практически через неделю дети пойдут в школу И спасатели в очередной раз привлекают внимание к проблеме травматизма и гибели детей от пожара Вследствие оставления их без присмотра Профилактические мероприятия работники МЧС будут проводить во всех образовательных учреждениях Акция продлится до 23 сентября Акция будет проходить в три этапа Первый этап – это акция проходит на объектах торговли Где сотрудники МЧС совместно с членами ВРСМ раздают наглядную изобразительную продукцию И проводят беседы с детьми и их родителями на правила пожарной безопасности Второй этап проходит в общеобразовательных учреждениях Где сотрудники МЧС выступят на линейках, также на общих родительских собраниях и классных часах Где будут освещаться вопросы в сфере безопасной жизнедеятельности Будет также раздаваться изобразительная наглядная продукция Третий этап пройдет в дошкольных учреждениях Госавтоинспекция же с завтрашнего дня требует от водителей включать ближний свет фар при движении на транспорте Хотелось бы обратить внимание водителя на то, что включение ближнего света фар во время проведения данной акции Носит не рекомендательный, а обязательный характер За не включенный свет фар в светлое время суток предусмотрена административная ответственность В виде штрафа в размере до двух базовых величин Также хотелось бы обратиться к водителям с просьбой проявлять максимум внимания при проезде нерегулированных пешеходных переходах Расположенных вблизи учреждений образования, остановочных пунктов, маршрутных транспортных средств, развлекательных, детских центров Так как несовершеннолетние это самые непредсказуемые участники дорожного движения Которые в любой момент могут внезапно появиться на проезжей части Сегодня в Лиде получил прописку новый памятный знак Он установлен на проспекте Победы в районе 42-го дома На этом месте находилась пивоварня, построенная Мещанами, Ландо и Каменецким В 1863 году и считается первой в Лиде Напомним, в городе на тот момент жило меньше 9 тысяч человек и действовали три пивоварни Сегодня компания Лидское пиво устанавливает памятный знак В честь одного из пивоваренных заводов, которые существовали в Лиде в 19 веке Это завод Ландо Каменецкого В прошлом году мы установили памятный знак другому заводу Символ медведь в бочке И в этом году специально в преддверии фестиваля Лидбир мы установили второй знак Сегодня на 1987 году после тяжелой продолжительной болезни ушла из жизни знаменитая лидская поэтесса и просто добрый, отзывчивый человек Олеся Бурак Она оставила нам богатое творческое наследие Многие стихи Олеси Бурак наполнены женской теплотой, любовью Часть произведений посвящена известным людям и ее знакомым К слову, Александра Александровна много лет проработала в школе Преподавала белорусский язык и все время писала Печатали стихотворения лидской поэтессы в различных изданиях А в 2008 году свет увидел сборник стихов Олеси Бурак «Простора Добрыни» Сегодня, минута в 11.01, Олеси Александровны не стала Это, конечно, сирот нас, литераторы личные, это великий стресс Потому что она потребовала даже молодых поэтов Олеси Александровны Бурак потребовала и нас, музейщиков Наш, как бы, сотрудников литературного статского музея Уже певный год в стенах Домика Таулая сбираются светки военных поэзей Так званые «Дети войны» Олеси Александровна так само входит в этот лик И она вот до почнения, скажем, напевно, вчерашним днем, вчерашним вечером, можно так сказать Она редаговала вот эти вспомины, так кино, такая профессионная филолог Мы постараемся сделать так, как это выдание не то, что было притечено Олеси Бурак Но, как было позначено, что память Олеси Бурак Продолжаем выпуск Вплести искусство в полотно своей жизни Березовчанин Николай Менько успешно реализовывает себя в различных направлениях творчества Он увлекается изобразительным искусством, поэзией, пением и декоративно-прикладным творчеством Познакомилась с работами талантливого земляка Оксана Банцевич В этом доме царит искусство Это и влечение, и работа для хозяина Березовчанин Николай Менько – педагог дополнительного образования местного центра детского творчества Где преподает рисунок и живопись, и солист народной мужской вокальной группы Кронан Помимо этого, у мужчины много и других увлечений Творчество, говорит Николай Владимирович, это его отдушина Когда я еще был маленький, и мои братья старшие были тоже еще не совсем взрослые, в школу ходили Мне очень-очень нравилось, во-первых, за ними наблюдать, как они сами рисовали И когда я оставался дома один, я пытался сам что-то изобразить Но это только одна сторона У нас была маленькая радиоточка, и постоянно звучали песни Эти песни мне настолько нравились, я их постоянно старался запоминать То есть в то время как раз были в почете уже и песняры, и те же самые сябры И я старался тоже напевать их песни И пел, и я декламировал стихи То есть когда нам задавали то же самое Бородино Задавали абсолютно один там столбик, или сколько там, пару столбиков уучить Я вместо пары столбиков я выучивал целое стихотворение, целое Бородино Живопись – самое главное увлечение Николая Менько Писать маслом он попробовал случайно, когда в 1997 году отдыхал в санатории Паричи под Гродно Тогда была написана местная достопримечательность – озеро Молочное Дебют получился удачным и стал своеобразной точкой отсчета Творческой деятельности в данном направлении Первым делом, естественно, я показал для своей семьи, для детей, для жены Ну дети еще, поскольку не очень-то и разбирались в этом Поскольку были маленькие, а жена мне сразу сказала Говорит, тебе нужно продолжать Вот, и будем так говорить, она была и есть моим вдохновителем Честно скажу, когда берешься за кисть И начинаешь что-то делать, и видишь результат своей работы, свое творчество То оторваться невозможно В искусстве для Николая Менько главная реальность Ведь художник – это человек, которому дан ценный дар показывать людям то, чего они не видели За четверть века творческой деятельности талантливый житель Березовки написал более сотни пейзажей От картины к картине все более совершенствуя свое мастерство Его работы воспевают красоту белорусской природы Знакомят с живописными уголками Принематского края Сегодня Николай Владимирович чедро делится своими знаниями и умениями с начинающими художниками Я в первую очередь посоветовал бы, кто решил заниматься живописью именно маслом Попробовать сразу взять обыкновенную гуашь Вот гуаши ленинградские, очень хорошего качества Они, конечно, когда высыхают, потом меняют цвет Но в принципе структура и сама консистенция краски практически такая же самая Делаю подрамничек, натягиваю холст Натягивается легко и просто с помощью обыкновенного степлера мебельного Холст этот обязательно нужно покрыть столярным клеем или хотя бы раствором желатина Чтобы он не пропитывался насквозь, не пропитывался грунтовкой Когда картина уже готова, когда она высохнет, нужно ее несколько раз покрыть защитным лаком Не расставался Николай Мелько по жизни и с песней На сцене выступал и в школе, и в армии, и на родном предприятии в Березовском стеклозаводе «Неман» Здесь Николай Владимирович более 30 лет отработал шлифовщиком Отточенные вокальные данные оказались востребованы в 2007 году Тогда его пригласили солировать в мужскую народную вокальную группу «Кронон» Николая Владимировича Мелько я знаю очень-очень много лет Он начинал у меня петь еще в хоровой копыле В качестве тенора, был солистом Но хочу сказать, что потом он пел в ансамбле народной песни «Спадщина» Это тоже был наш коллектив И в конечном итоге теперь народная мужская вокальная группа «Кронон» Хочу сказать о Николае, что если человек талантлив, он талантлив во всем Не составит труда для Николая Мелько и смастерить что-нибудь своими руками Например, полезные, практичные, достойные покупным изделия для дома из бумажной лозы И в коллекции автора не один десяток Может Николай Владимирович также вышить гладью скатерть И изготовить уникальный сувенир из бисера Готовыми изделиями он с удовольствием радует родных, близких и друзей Ведь только так, говорит автор, можно вдохновиться на новые творческие начинания На этом наш выпуск завершен Хорошего вечера и до встречи в эфире Лицкого телевидения Партнер программы «События» Лицкий хлебозавод Всегда ароматная и свежая продукция Выпеченная с любовью По традиционным и новым рецептам Лицкий хлебозавод Лицкий хлебозавод Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok